Мы читаем труды Бааль Сулама, статья 600 тысяч душ, на странице 506. Вопросы можно задавать через кап.тв, избранный вопрос относительно случайного материала будет задаваться в прямом эфире. 600 тысяч душ, на странице 506, в трудах Бааль Сулама. Вопросы можно задавать через кап.тв, избранный вопрос. Как сказано в Берешит, и вдохнул он в его ноздри дыхания жизни. И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адаме решон. Ведь духовно не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр, душа разделяется эгоизмом человека. В начале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души. Но если посредством изучения кабалы тело исправляется, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего Израиля. И это на самом деле большой порог, который и приводит к этому разделению. По-настоящему... Секундочку, до сих пор понятно. Вопросы? Одна душа, только она создана, и нет ничего другого. И она только существует, и мы работаем, мы находимся в ней. И если нам кажется, что это не так, то... это потому, что мы неисправны. Это я так вижу кли, разделенным на меня и других, а не мы, не что-то цельное. И вся моя работа это прийти к состоянию, когда я исправляю свое восприятие. То есть, я сейчас нахожусь в мире, и мне кажется, что все его части разделены, и нет никакой связи между ними. И так, мне было удобно все время относиться к миру, и мир так казался мне. Я с миром нормально соотносился, и так мне казалось, что все находится снаружи, вне. А сейчас я прихожу к состоянию, когда мне кажется внешний мир другим. Я обнаружил, что природа не живая, растительное и животное находятся в четкой взаимосвязи. Может быть, это не так важно для меня, а может быть, это влияет на экологию, климат и так далее. И если я делаю что-то здесь, я вызываю разные изменения, неприятные, и другие явления природы, но как-то это. Но главное, что общество, человечество становится для меня сейчас как один механизм. То есть, мир сейчас раскрывается как одна душа, как одно кли. И я относительно этого кли не хочу признавать, что оно одно, единое. Я вижу, что я уже вхожу в это поневоле, что реальность меня толкает внутрь этого. Но это против моего желания. Я внутри хочу оставаться эгоистом или личным таким. И здесь говорится об одной души или 600 тысяч душ, как он объяснил, что это все видение неисправленного человека. И насколько быстрее мы это поймем и исправим наше восприятие, мы быстрее добьемся успеха. Да? я бы хотел спросить о том, как видеть мир как единый. Это против моего желания? Он человек, у которого есть точка в сердце, который хочет работать со своим желанием, у него очень сильное окружение, которое позволяет ему делать это. И из точки в сердце она тоже светит ему. Он чувствует, что есть что-то более высокое, чем эта действительность, и ради чего стоит стараться. Те, кто понимают действительно в конечном счете, вы не знаете, они уж точно не знают, где взять сил на то, чтобы это делать. В самом соединении. Что значит из самого единства? Из самого соединения мы найдем силы для того, чтобы объединиться. Откуда приходит окружающий свет? Из объединения, изнутри. это как источник. Когда я опять, когда человек с точкой в сердце начинает этот процесс, то, то, что он имеет, это очень сильное окружение, которое воздействует на него. Да. Для 99% ну, какое окружение? Нет у них окружения? Есть страдания, и их желание получать меньше, намного меньше, чем наше. у них нет таких соблазнов, которые есть у нас, ты думаешь, у них есть помехи, это те же помехи, им не дали тех же условий. У них есть условия, соответственно, помехам, соответственно, желаниям. все их компоненты, все их компоненты, они правильно скомпонованы? Если я хочу прийти к ним и сказать, что здесь есть система, ну, до сих... Система очень мягкая, очень дружелюбная, нет страданий, нет ничего. Давайте начнем объединяться, давайте начнем играть. Игру все любят, песни все любят. Давайте сядем на травку, в кружок, выпьем что-нибудь, поедим что-нибудь вкусное, попоем песни, начнем такие объединения приятные. В чем проблема? Ты что, увлекаешь их каким-то неприятным, грязным состоянием? Могут участвовать мужчины, женщины, дети. Какая сила сопротивления или преодоления им нужна для этого? Не нужно? Наоборот. Что делал праотец Авраам? Он раскрыл шатер. Прежде всего, нет солнца. Тень. Рядом с шатром овцы, бараны. Кто-нибудь придет, он раз его и жарит шашлык и говорит с ним приятно, что нам стоит объединяться, так мы познаем высшую силу. великую силу. Ты будешь ощущать эту силу. Что плохого? Ты узнаешь, как не делать разные глупости в жизни. Я как раз не понимаю. Дай мне несколько миллиардов. Я сделаю то же самое. Таким образом. Ты видишь, мы делаем, насколько мы понимаем, не понимаем, мы ищем все время, как именно себя представить, как все облачить с кабалой или без кабалы. Ты видишь, как все раскрывается. Потому что методика, она очень мягкая. Она не против природы человека. Она для человека не противоестественна. Ты говоришь ему, тебе будет хорошо, давай начнем объединяться. не кризис, и ничего. Деньги, здоровье, успех, дети, семья, родители, пожилые. Все уладится. Каким образом найдем внутреннюю силу в нашем объединении, и это все уладится? Почему? Скажи мне, в чем дело? Ты не работаешь против эгоизма. Ты не работаешь против эгоизма. И постихонечку, когда он приходит к связям с людьми, к объединению, он начинает раскрывать, что с помощью объединения обычного есть некая общая сила, и эта общая сила действует. И нам стоит объединяться, быть в связи. Это еще не конец пути, но условие, что мы начнем раскрывать через связь между нами, как он пишет в конце предисловия книги Зор, от Гальгальтейнаем Кахапа, от внутреннего к внешнему, он начнет получать от нас некое ощущение, что у нас есть что-то особенное. Высшая сила, высший уровень. И тогда это передастся ему. но масса, 99%, это не работа против желаний, это не преодоление. Поэтому, когда ты говоришь, как я могу к ним обратиться с этим, ты придешь к ним с подносом с конфетами, только приноси им конфеты, шоколад, какое зло ты им несешь. Ты говоришь, с помощью объединения, мы исправим все проблемы. Все решим. Если ты не смотришь на это так, признак того, что ты не понимаешь народ, массы, как ты можешь к ним подходить. Но для тех, кто изучает науку Каббала, для тех, кто должны преодолевать, у них есть различие, противоположность между их килим и то, к чему они стремятся, это другая работа. Высшее знание. Это работа Исраэль, Ли Рош. Но потом, то, что есть в Рош, оно распространяется в ГУФ, да? Я спрашиваю за тем, чтобы найти лучшее объяснение, а не для того, чтобы убедить себя в том, что там есть какая-то система, которая должна точно работать и без вопросов. Только объяснение. Поэтому во всем, что есть у нас и то, что есть у них, есть как будто бы похожие действия внешне и совершенно разные по своей внутренней сути. Они устраивают круглые столы и мы устраиваем семинары. Они учатся, скажем, на курсах и мы учимся. Но суть материала, смысл другой. Я изучаю его для того, чтобы преобразиться, перевернуться. Они для того, чтобы достичь чего-то хорошего. поэтому сказано, они возьмут сынов Израиля на плечи своим игу. Мы не хотим получать, мы отменяем себя перед ними. Они скажут, что они отменяют себя перед нами. То есть берут нас на руки, так, на плечи, чтобы мы были головой. Но условия изначально, чтобы получить, а затем, благодаря тому, что они получат от нас свечение, свыше, что мы производим на наше кили, на наш ахаб, зивугим да ака ради отдачи, это тоже передастся к ним, и они постепенно присоединятся вот такими слоями своим желанием к желанию Гальгальтова и наема. Они отменят себя. Как ребенок отменяет себя перед матерью и получает все от нее. Он лишь отменяет. Да. То, что мы даем, действительно воспринимается хорошо и мягко, но, по крайней мере, по моему впечатлению, есть немало людей, даже большинство, которые говорят, это приятные ребята, я знаю, о чем они говорят. Понимаешь, то, что они говорят. Но практически любой человек понимает, что то, что мы говорим, требует серьезного усилия. Какого серьезного усилия? Конечно, мы говорим о том, что я должен отказаться от себя ради других. С какой стати? Посмотри, сколько людей собираются в барах, приходят на разные фестивали, на разные такие мероприятия. Люди хотят быть вместе, хотят играть, они едут куда-нибудь на берег моря вместе, любят вокруг себя, когда люди собираются и делают то же самое. Мы не делаем от них, мы не требуем ничего большего, только давайте думать об объединении, давайте производить какие-то действия, мероприятия, объединяющие, чтобы от этого нам было хорошо. находимся в состоянии, когда есть акции протеста, нищета, различия огромные в состояниях, нехватка жилья и так далее, и так далее. Есть что делать? Давайте раскроем дополнительные силы, которые помогут нам сократить эти разрывы. как в объединении между нами. С какой стати чего ты говоришь? Давайте проверим. Ты сажаешь их за стол и в течение часа, двух они уже получают впечатление от этого, что это можно сделать. И после этого люди изменяются немного. Давайте вместе мы придем к состоянию, ты объясняешь им за столом мы делаем это пока таким случайным образом, произвольным, но если ты будешь работать с ними систематически, то они узнают, откуда их эгоизм, как мы соединяемся, какую силу мы достигаем там. Это единственный наш выбор быть под таким хорошим окружением, как за столом. И то, что мы наполняемся, это главное, мы не наполняемся теми деньгами, которые в банке или от того, что у меня есть там тысячу тонн какого-то товара на складах. Я наполняюсь ощущением, и что может мне помочь чувствовать чувствовать себя хорошо, когда вокруг все меня, мои друзья заботятся обо мне. То, что пишет там Балин Сулам, и так далее, и так далее, о поручительстве и прочее. ты начинаешь давать им эти знания, это ощущение, и они начинают понимать, что здесь есть и методика, и сила, чтобы реализовать эту методику. Это приходит вместе, и в чувстве, и в разуме, А пока что много людей вместе с ними, они видят, находятся в том же процессе обучения, в том же воодушевлении, ощущения продвигаются к состоянию, в котором могут хоть немножко это реализовать, скажем, на 1%, 2%, 5%, сократим разрывы, сделаем это за счет этого, давайте достигнем общего консенсуса общественного и будем работать, исходя из этого. У тебя есть платформа, база, база, с которой ты можешь начать. И все это мягко, в той степени, в которой есть у тебя согласие, большинство, поддержка. И здесь ты также раздаешь знаки отличия, почета, призы, ты привлекаешь известных людей, разных актеров и так далее, чтобы они помогали во всех этих акциях. Это считается как бы почетным. Я не понимаю, здесь, что здесь может быть тяжелым, трудным, но только понять эти вещи, прописать научиться научиться как это делать. Это работа психолога, организатора. но мне не кажется, что здесь должна быть проблема, да. Ну, последнее. У меня есть ощущение, что нам не хватает в этом объяснении чего-то, что подтолкнуло бы человека, но даже не подтолкнуло, а убедило бы его в том, чтобы... Куда внутрь? Войти вовнутрь, в тот процесс, втянуть в процесс, о котором мы говорим. Нет, секундочку, допустим, у него есть проблема с воспитанием детей. Давай поговорим о воспитании детей. Давайте мы отыщем решение, садимся за эти круглые столы и разговариваем про воспитание детей, как мы можем изменить, кто виноват, кто не виноват, как правильно, как неправильно, как это будет. Оставим то, что есть сегодня, не будем искать виноватых, будем искать, как сделать лучше. Давайте объединимся, может быть, найдем путь, потому что главное это объединение, ведь хорошее окружение это объединение. Давайте сделаем это из нас, из детей наших. У нас есть путь. Другие страдают, нет воспитания от нехватки жилья. Давайте устроим круглые столы на тему жилья. Где взять, как построить и так далее. Ты обращаешься к их потребностям и исходя из их потребностей, ты строишь свой подход. Что трудного? Трудно организовать их? Нетрудно. Действительно нетрудно. Я не говорю, что это просто, это нужно знать, уметь, но в итоге, если ты давишь на правильные точки у людей, ты видишь, что это открывается. Потому что здесь нет анти такого буквального, а за поддержка зависит от того, как ты это все подаешь. Еще раз, я понимаю, что все за, но факт, что большинство еще не не втянулись в этот процесс активно. Мы не показываем им процесс. Как так? А где ты даешь им процесс? То есть фактически у нас нет ничего им предложить? Да, у тебя нет армии, которая может выйти на территорию и сделать это все. Даже на нашем телеканале у тебя нет чего-то, чтобы могло эти вещи правильно представлять, четко, понятно и увлекательно. Я не говорю, что это легко сделать. я думаю, что это непросто. Это еще потребует время, даже если мы действительно захотим это сделать, а не просто так мои разговоры. Это непросто. И все-таки, когда мы будем выступать в разных радиопередачах, телепередачах, с этим, или даже не мы, а другие, из других кругов, неважно. Но с той же идеей обсуждения за круглым столом, не споря и ругаясь, а искать общее. В этом разница между тем, что делаем мы, и тем, что делают другие изначально. Мы просто не приемлем все анти, все против. Мы забыли все, что между нами. Сейчас не важно, что было. Хорошо, плохо, не важно, что. Сейчас мы ищем только что-то общее. Я сейчас через полчаса пойду гулять с женой, если я вчера был с ней в какой-то ссоре, споре, сегодня утром нельзя упоминать об этом. Нет такого. Улыбка, нет ничего от вчера. Я говорю тебе, попробуйте этот подход. все так начинают с этого. Дай, Яковки. Что значит быть в связи с нами, чтобы это переливалось из внешнего во внутреннее, из внутреннего во внешнее? Если человечество принимает методику исправления от нас через круги, разные кампусы, действия разные, как вот в парк мы выходили в День Независимости, неважно, телеканалы, если принимают от нас, от наших товарищей во всем мире, то вместе с методикой правильной, скажем, как сейчас мы говорили, как я говорил сейчас об этой об этом моменте, что мы не входим в споры, не ввязываемся, мы ищем общее. То, что есть 99% между нами не общего, это неважно, мы должны найти вот тот один процент, в котором мы соучаствуем. И там мы прежде всего завязываем связь. Понимаешь? Завязываем связь, чтобы эта связь, она будет называться как? Не поручительство, поручительство это потом, как? союз, союз, да, мы заключаем союз между нами, мы сделали это, а сейчас мы можем начать выходить немножко из этой связи, вот то мясо, которое сопротивляется, и начать потихонечку вокруг этого работать, но это потом, через эту связь, даже на один процент уже можно начинать решать некоторые проблемы, маленькие. Но если есть связь, может быть, ты немножко уступишь здесь, а я здесь, а он там, и начнем строить что-то общее. Мы делаем все сообща, и даже новую жизнь, которую мы сейчас строим, начинаем, она общая. Она уже общая. Это не то, что мы добавим ему 500 долларов, а у него или мы добавим еще комнату в квартире, а там возьмем ребенка на кружок, или еще что-то. Нет, это не так, что мы затыкаем им желание получать, мы организуем новую жизнь общую, сообща. Это совершенно иное. Это не то, что я сейчас обеспечиваю желание получать каждого то, что ему хочется, как те, которые выходят на эти волнения, на акции протеста, то, что они хотят. Так ты никогда ничего не обеспечишь, никогда не будет достаточно, никогда. Только через их объединение и чтобы в жизни они были связаны друг с другом. это новая эра. Мы еще будем изучать то, что он написал там в последнем поколении. Чего не хватает сегодня в нашей пропаганде, что не создает этого союза? Мы только начали. Я не думаю, наши ребята делают прекрасную работу на территории внешней. Нам не хватало бы, чтобы вот эти круглые столы, чтобы обрелись силу, знания, понимания, программу, методику, что делать дальше с населением. И немедленным образом начинать заниматься им. Мы провели, скажем, круглый стол в Зихр-на-Якове, допустим, без наших групп, скажем, которые известны там, как каббалистическая группа или при ее участии. И сразу же нужно начинать работать с населением в том, что мы начали обсуждать за круглым столом. Разными формами. Да. Это понятно. Я не критикуюсь сейчас ту работу, которая делается. Работа действительно хорошая. Нет, я говорю о продолжении. Я говорю относительно наших кругов. Вроде бы между нами не хватает этого союза для того, чтобы создать то, о чем вы говорите. И за счет этого будет. За счет работы с внешними у нас возникнет потребность в союзе. мы почувствуем, что без объединения я не могу выйти. У меня нет силы выйти к кому-то и работать с массами, если я сам не достигаю этого. Это как зарплата, которую я должен принести домой для того, чтобы накормить детей. Да. так как мы чувствуем их давление на нас? В том, что мы начинаем заниматься ими, заботиться о них, начинаем чувствовать их потребности, и это то, что заставит нас продвигаться вперед. Это давление, это то, что передаст им свет через нас? Им их давление на нас это подтолкнет нас помолиться. Это, в общем-то, есть молитва, хиссарон, что мы находимся, мы не знаем, как их организовать, как продвинуть вместе с этим, как нам продвинуться вместе с ними и получится, что у нас возникнет связь между Гальгальтином и Ахапом и так и продвигаются. И ты увидишь, что у тебя нет недостатка ни в чем. во всей организации ты раскроешь в каждой организации, на каждой территории, в каждом своем действии, что у тебя есть все возможности. У тебя нет недостатка ни в еде, ни в одежде, ни в жилье, ни в чем. Только в той мере, в которой ты начинаешь выстраивать все эти вещи, вдруг у тебя возникают возможности, вдруг это выходит из разных щелей и только при условии, если они остаются в объединении, в связи, у них есть все. дай своему французу товарищу спросить. 99% это то, что называется свет народом, правильно? Гой народы называются те, которые сами не могут исправить себя. но это же те самые 99% так у нас проблема получается. Когда мы говорим об 1% 99% мы как бы говорим о том же самом и тут вопрос семантики. А как ты хочешь, чтобы мы использовали какой язык? наш язык это святой народ, а это просто народ. Я вообще не использую это слово Гой, Исраэль. Это путает людей. Я говорю 1% населения он чувствует стремление наверх. Это к духовным ценностям. А 99% их ничего не интересует, кроме того, что происходит в животе и в кармане. Но вы это говорите на языке 99%. Из-за этого мы ведем себя как 99%. У нас есть все эти проблемы, все эти вопросы. Почему нет союза, нет связи? Противодействие получается семантическим, когда мы пользуемся языком, который не... На языке, которым мы обращаемся к миру? У нас есть очень ясная терминология, в принципе. Я говорю, я отношусь к Исраэль. Оставьте слова, мы уже давно их не используем. Почему пользоваться этими процентами? Один, 99%. Мы это как-то делим, и невозможно выйти из этого разделения, потому что один процент не относится к 99%. Это абсолютно другой. Нет общего корня даже. Верно, ну и что? Если мы говорим о святой народ и народ, то есть как бы общий корень и какое-то предназначение. Я не думаю, что с помощью этого ты достигнешь связи между ними, наоборот, раздора и ненависти. Я вообще не хочу использовать это слово «гой». Гой – это народ. Согласно Торе, это слово «народ». А со временем это слово обрело какое-то негативное значение. Правильно, но это исправление. Для того, чтобы исправиться, нужно сначала исправить, нужно начинать сначала, сначала нужно исправить слово «гой», нужно объяснить, что это не есть пренебрежение. Я прошу прощения. Я задаю вопрос о 99%. Каждый раз, когда я слышу 1%, 99%, у меня совершенно неясное и нехорошее ощущение. У меня есть плохое ощущение, когда я слышу слово «гой», потому что весь народ истолковывает это негативно, это пренебрежение. Мы должны объяснить, что такое «гой». Нет, можно рассказывать «гмартикуна», до конца исправления, ничего не поможет, потому что то, что есть, то, что уже запечатлелось, ты не можешь изменить. Какой ты наивный. Оставь. Оставь, даже не продолжай. Я живу, я чувствую народы мира не меньше тебя. Ты во Франции, а я тоже не отсюда, не из Израиля. Я знаю, что это такое. Ты начнешь сейчас им объяснять, что такое Истраэль, и что такое гой, и святой гой, и просто гой, в духовном значении и так далее. Мы сейчас находимся в состоянии, когда вы говорите, что это их запутает. Уважаемый, ты никогда не сможешь изменить определение в человеке. Ты не согласен со мной, не соглашайся. Нет, я не об этом, но я говорю о том состоянии, где сейчас в Греции, например, сейчас люди готовы воспринимать новые вещи, потому что давление неимоверно. Ну и что? Это дает нам возможность разъяснять вещи. Что ты можешь объяснить? В чем наше предназначение относительно них? Не их словами. Я бы сказал, не... Для чего тебе нужно сейчас им объяснять о твоей роли, вместо того, чтобы прийти к ним и сказать им, у меня есть методика, как исправить эту ситуацию? Для чего тебе сейчас нужно воевать против их мнений, стереотипов о тебе? Потому что если я пользуюсь этими понятиями 1%, 99%, я похож на реформиста, которых было очень много до меня и будет еще очень... Я прошу прощения, я с тобой не согласен, давай на этом и останемся. Я понимаю твой вопрос, вот я тебе такой отвечаю. Есть вопросы из нескольких мест США. Вы говорили о потребности в круглых столах, они спрашивают, правильно ли это и там проводить? Наверняка нужно и в каждом месте где-то только возможно, наверняка и необходимо изучить, учиться, как это делать и может быть мы пошлем туда несколько человек, которые у нас обладают опытом таким. Конечно, нужно проводить круглые столы и через круглые столы семинары и разные круги и курсы, которые мы развиваем. Это будущее, это база, в которой мы изменим человеческое общество, человечество в каждом месте и в Европе, и в Северной Америке. когда наступает такая ситуация, мы должны это делать. Там, где в любом месте, где есть проблемы, люди выходят на улицы и не могут уже больше существовать таким образом, то мы должны приходить и объяснять, в чем действительно решение этой тяжелой ситуации, то давление, которое они испытывают. В каждом месте, соответственно, народу и государству и состоянию, мы должны знать, как к ним можно подойти. Поэтому не просто так выходить и... но это очень важно подготовить сейчас специалистов в этом. Те, которые будут заниматься массами. Да, Маркус. Мне кажется, что то, что касается круглых столов, если я сижу с 99% за круглым столом, самое важное это то, как сохранить это общее место, эту общую жизнь. Вы давали до сих пор только примеры тому, что наша общая жизнь это не это и не то, что оно не в этом, не в том, что все решения это не то. Но у нас нет примеров, которые можно взять из нашего общего существования. Что можно привести за круглым столом с 99% как пример? Я не могу еще сказать. Так же, как с Ульяновым мы сидим и выясняем эту методику в течение многих-многих часов, каждый день полтора часа. Так же мы должны может быть делать и еще. У меня нет выбора, я не могу сейчас сколько осталось 10 минут объяснить тебе это. Я не совсем может быть и понимаю его, но именно в беседе мы выясняем какие-то вещи, они становятся понятнее как мне и тебе я не знаю вдруг как ответить, но когда я вбираю в себя потребности на улице и характер, я не знаю мира во внешнем его проявлении. Балисалам думал, он поедет в Польшу и сразу там что-то сделает. Он думал прибыть туда. Ты знаешь, во внешнем мире есть такие явления, ты видишь, ты думаешь и раби Акива, и там Шабтай Цви, люди, были каббалисты, им казалось, что это вещи понятные, но работа практическая на улице, только вместе с ними можно развить методику, ты должен включиться во все, что есть у массы, поэтому, если вы хотите что-то, если думаете, что это уже возможно что-то сделать, пожалуйста, приходите, будем проводить съемки, беседы, так организованно. Сначала подготовьте себя. Да, Гелат? Во-первых, в том, что касается вопроса Лера, когда людям объясняешь, не важно что, они чувствуют единство тех, кто им это объясняет, и менее важное логическое объяснение, потому что люди, они все-таки чувствуют, они чувствуют, что что-то к ним идет, и это открывает все двери, я даже не знаю, как это объяснить. Действует внутренняя сила? Да, мы, например, провели здесь семинар вчера, мы возьмем силу, этого будем распространять неделю, это точно откроет нам все двери, не говоря ни слова. Но вопрос такой, если я чувствую очень серьезный хессарон народа, то, что касается семейных отношений. В сфере образования мы уже хорошо как бы внедрились, подготовили программы, но в семье есть кризис, люди отдаляются друг от друга, родители чувствуют, что они не преуспевают в воспитании своих детей. У нас нет специализации в занятии семьей, я чувствую, что мы что-то сильно упускаем. Это верно. Я снова говорю тебе, мы сидим, скажем, и разговариваем с Ульяновым, он задает разные вопросы, делится чем-то из своей практики, во мне это вызывает разные реакции, и начинается, раскрывается какая-то часть, какой-то пласт новый, который был скрыт, и был понятен или, может быть, не очень, и вдруг можно говорить об этом, развивать этого, появляются новые слова. Это нужно вывести на обсуждение, на выяснение. Это немного. Нужно лишь почувствовать немного тему и осветить ее светом, и тогда это происходит. так можно начать проводить с вами беседы в этой сфере о кризисе семьи. Да. Скоро он уедет. Сделаем. И не только об этом. Есть еще много тем, которые стоит быстро сделать, быстро решить. то, что вы мне представите, любая тема, скажем так, то, от чего страдает человек, и то, что можно продолжать после круглого стола в каком-то месте первого. как ты продолжишь это дальше? Ты провел сегодня, скажем, обсуждение за круглым столом в Пардескаце, в Ирухаме, там, неважно, где, ты выясняешь проблемы, ты и до этого выясняешь проблемы, и ты каким-то образом их приглашаешь, убеждаешь участвовать в серии таких круглых столов, ты там тоже представляешь разных людей, разные слои общества, ты устраиваешь обсуждения в разных домах, гостиных, там участвуют наши ребята в тех районах, этих районах, как домашние кружки такие, и так ты распространяешься, но в каждом месте, соответственно, характеру того или иного района. А что по вашему ощущению недостает сейчас, чего недостает народ? Только объединение, не общее, именно этого не хватает, это прежде всего, а внутри ты должен отыскать, что не хватает специфически для каждого места, и это можно достичь, это можно сделать, и тебе даже не понадобится вклад, вкладывать что-то, можно организовать что-то для детей, матерей и так далее, если они захотят, но если ты входишь и открываешь круглые столы, затем ты входишь в такие домашние кружки, ты устраиваешь такие круглые столы отдельные, частные, в разных местах, то тебе нельзя это бросать, нельзя бросать это, представь себе, как ты должен все время их удерживать и быть такой сетью, которая распространяется все больше и больше, накрывая так всю страну, это работа, которая требует большой подготовки кадров, подготовки кадров, да, Нив. Мы говорили о поиске общего места и не о том, где раздор и спор. Как в этом общем месте? Ну, во-первых, это сейчас говорит о 99.9 или даже 100% все наслаждение в обсуждениях это в самом споре, а в худшем случае это уже уровень взаимных оскорблений и ругательств. Это говорит о финише, о финале. Хорошо, тогда как в поиске этого общего, например, я, как ведущий, который участвует в подобном обсуждении в интернете, как нам все-таки выделить особенность каждого, то есть, как будто мы нашли это общее место, так в чем здесь дело? Потому что вроде бы уже и обсуждать-то нечего. Я сейчас не могу устраивать об этом обсуждение, нам осталась минута. Записывайте все эти вещи. Из Флорида спрашивают, как правильно подготовиться к вашему близкому посещению Майами? Я приезжаю в Майами на три дня. День до этого я в Торонто, еще день в Нью-Йорке и три дня я в Майами. Мне нечего там особо делать, кроме как побыть на семейном торжестве два часа. Все остальные часы, все остальное время, я в их руках, пусть используют меня, как им нужно, но чтобы это было удобно и для товарищей, пусть не определяют Конгресс три дня или два дня, а быстро опросят людей, что они хотят, я не должен готовиться ни к этому, ни к тому, мне не важно. В последний момент они могут мне сказать все день, или есть два, или есть даже три дня. В тот момент, до того момента, когда я должен возвращаться, лететь обратно, я в их руках. Только на исходе субботы на два часа я должен там быть на семейном торжестве. Пожалуйста. Только они должны готовиться, прежде всего, зависит от того, какой тип Конгресса. Соответственно, этому организовать столы, стулья, еда, погода, то есть там, если нужен кондиционер, трансляция, перевод и все прочие вещи. Хорошо, если они обратятся к нам, там, к Нью-Йорку, может быть, им помогут это организовать. Я приезжаю с открытым сердцем, хочу видеть всех, пусть делают то, что считают нужным. Конечно, чтобы там не было, это будут беседы с такими мероприятиями, то есть немножко лекция, семинар, лекция, семинар, такие, можно проводить хоть по четыре в день. Допустим, определим темы, о чем именно. Ну и сообщения и песни. Кабала в Ашдоди. Завтра, 29 мая, в 9 вечера пройдет еженедельная встреча с Равом Лайтманом в Ашдоди. Произойдет обмен мнениями по теме «Новая семья». В чем причина растущего насилия в израильской молодежи? Как можно сделать отношения в семье более здоровыми? Приглашаем вас смотреть пока точка ТВ. Курс основ Кабалы в Афуле. Сегодня открывается курс по основам Кабалы. Улица Йосифталь, 26, в Афуле. Подробности по телефону 1-700-509-209. Спасибо и хорошего вам дня. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok